Путин 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 То же самое происходит с Путиным. Он скверный руководитель, он неэффективный руководитель. Это, так сказать, социальный аспект, да? Социально-экономический, я бы сказал. Можно вспомнить об аспекте внешней политики. С кем мы дружим? Мы дружим с Ираном, с Ираком, с Венесуэлой. Мы дружим со всем отребьем. Со всеми, от кого отвернулся цивилизованный мир, мы дружим. Не просто торгуем, мы с ними дружим, они приезжают сюда, мы протаемся. Я не знаю, как у вас, но у меня ощущение, вот сколько я себя помню, ощущение постоянного стыда. Вот я этого не делаю, а мне стыдно. Вот не я это делаю. Не я дружу с отребием, не я меняю принципы, базовые принципы бытования государства. Что такое коррупция, да? Это то, что стало позволительнее. Вот в этих невероятных объемах. Почему? Потому что президент ввел это как стандарт. Как стандарт отношений между людьми. И теперь повернуть назад и избавляться от этого крайне сложно. Во-первых, это нужно захотеть. А кто захочет? По какой причине захочет? И поэтому в известном смысле думаю, что мы опять обречены. Но это сделал конкретный человек. Он ввел это как стандарт. Потому что такого рода сигналы поднимаются очень быстро и спускаются сверху вниз. Поэтому я понимаю, что это глаз выпивающего в пустыне. Но просто хотелось бы, чтобы сограждане чуть более трезво относились к тому, кто ими руководил. Не просто говорили о стабильности. Это совершенно мифическое понятие. Об этом даже нечего говорить. Какая может быть стабильность, когда кругом вообще воровство, растраты и уровень жизни падает. О чем вообще говорить? Смешно. Это просто лозунги. Это не имеет никакого отношения к реальной жизни. Мы, кстати, говорили уже об этом в наших подкастах. О том, что язык, на котором говорит власть, ее представители, и язык реальной улицы – это два совершенно разных понятия. И то, о чем они говорят, и то, чем реально живет улица, любой дом, абсолютно любой дом – это две разные галактики. Они вообще не пересекаются. И вот, как всегда, мне хочется закончить тем, что призвать конкретных людей, каждого конкретного человека, как бы он ни относился к Путину, особенно, если он его уважает, любит вдуматься, а что этот человек, конкретно этот человек, сделал для страны, конкретно, что с его приходом изменилось? Все-таки прошло 12 лет. Не два дня, не три, а 12 лет. И взрослые люди помнят, как было до этого, и знают, как есть сейчас. Сравните. Будьте здоровы.